Мариус, ну вот мы разговаривали о том, что... Чтобы вы вспомнили какую-нибудь интересную историю, связанную с Россией. Наверняка интересных историй, комичных, очень много. Да, потому что ваше детство там в основном прошло в Европе, да, и когда вы приехали в Россию, наверное, были какие-то открытия, были какие-то нелепые вещи, да. Вот что-нибудь вспомните самое интересное, расскажите. Я могу рассказать тебе, как я уехал в Великобританию, это, кстати, очень интересная история. И связано чуть-чуть с дирижером, который очень часто работает в нашем офисе в Карелии. Мне было 10 лет, и это был 89-й год, то есть еще коммунизм, Советский Союз был в Сирии. Моя мама уже была в Лондоне, она сегодня была, и я не мог просто выехать. И что случилось? Савли Санбецкис, дирижер, включил меня в список его оркестра, когда у них был тур по Англии. И вот я 10-летний, как бы, оркестрант, пошел в самолет, и прилетел в Лондон, и просто у него гаунд, и все. То есть они как на туре, естественно, я не играл с оркестра, но мне кажется, это было очень интересно. И потом, спустя много лет, мы начали, я был в Карелии, я в Карелии всегда, мы не виделись столько лет, мы здесь встретились спустя, это не раз больше приятно. То есть это были ваши первые гастроли, да, можно так сказать? Да, просто да. Это как-то потом предопределило судьбу? Не, ну просто так вышло, что, во-первых, такой добрый человек, как Александр, это сделал, и приятно, что наша жизнь как бы... Пересекалась, да? Да, именно в Карелии. А вот что-нибудь уже связанное с... С взрослым Мариусом? С взрослым Мариусом, да. К сожалению, у меня потом-то скучная жизнь по поводу такого, я избегаю странных вещей. Знаете, я не устраиваюсь. А почему избегаете странных вещей? Мне кажется, что артисты, они наоборот, какие-то такие немножко люди не от мира всего, и... Да, у них есть... Такая жизнь веселая, насыщенная, кажется. Они заищают приключения. Да. Я ухожу от приключения. Ну, наверняка все равно что-то случается, да? Вот, может быть, перед выходом на сцену кто-нибудь когда-нибудь палочки там украл, ну, что-то такое вот бывало? Тапки приклеил. Тапки приклеил, да? Да, приклеил, да. К полу. На сцене? Да нет, как-то... Как-то еще ничего там нечего не делал плохого. Я жду с нетерпением этот день, когда... Каких-нибудь подколов, да? Да. Приклеят или носки заберут, да, украдут. Это просто что-то. Перед концертом украдут носки? Ну да. Вот, слушайте, я, мне кажется, вот это я сам сделал, гляну, над каким-то солистом взять шанс. Ага, украсть носки, да? Носки, представьте, без носков. Пианистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова